Вопрос от девушки-блогера. Мужчины, которые хотят, чтобы им завидовали. Им плохо, когда они не видят своей значимости со стороны. Бьются всеми способами за внимание окружающих, нуждаются постоянно в комплиментах. Это звездная болезнь или это нарциссизм? Это неуверенные в себе люди? Самые недостаточные? Они пытаются самоутвердиться? Или это что-то другое? Это невроз? А как общаться с такими мужчинами, если это твоя половинка? Значит, вы там, наоборот, достаточно полная девушка-женщина. У вас есть огромное количество сил, которые вы могли своему мужу передать. Это первое. Этот мужчина, который, скорее всего, если это правильно, то с 7 до 14, из 14 до 21 года в семье недополучил такого внутреннего содержания понимания самости мужской. То бишь, мама с папой. Не рассказывали ему, что в его жизни всё зависит от него. Он не повзрослел. Что такое оценка? Я хочу понравиться. Я никак не могу осознать свою взрослую позицию. И чем меньше я получаю награды извне, то бишь одобрений, тем больше у меня начинается внутренняя деструктивная составляющая. Мне нехорошо. Нарциссизм – это такое состояние «все должны». Я там этого не услышала. Это нехватка. Вот там звучала нехватка. Тут нехватка, тут не поняли, тут не услышали. Тут вот я хочу понравиться. Вот посмотрите, какой я хорошая. Хочу, чтобы вы все завидовали. Завидовать было бы чему? Значит, во мне есть… Что такое зависть? Противоположная сторона – во мне есть то, чего мне недостает. Я хочу приобрести, чтобы люди потом увидели и начали мне завидовать. Я недополучила. То есть чего-то мне не хватает, я хочу это приобрести. Да. Почему мы обращаем внимание на то всегда, чего у нас недостает? Почему заказываем без конца то, чего недостает? И о чем хотим обрести? Но обретаем всегда почему-то извне, а не изнутри пониманием. Вот наша жизнь, она разбивается на условные возрастные вехи такие по семилеткам. И в каждом вот этой вехе семилет мы проживаем, наполняясь определенное состояние. И если человек зависает где-то, не проживает на какой-то семилетке, то вот это недоразвитое состояние, недополненное, незаконченное, оно тянется по жизни. Допустим, почему, возвращаясь к разговору о бабниках, вот проживание с 14 до 21 года – это пик сексуальной активности. И когда идет запрет, то мужчина после 28, когда он более или менее свободен, он начинает добирать. Он недополучил этого состояния сексуального, состояния взлета оргазма. Недополучил. Ну вот внутреннее состояние, оно дисбаланс произвело. И он догоняет. Догоняет. Не успокоенность, не выходит на противоположность, когда уже на уровне доверия, понимания, из такой понимания смакуются отношения. А мы все добираем, добираем. У нас корзинка неполная, добираем. Здесь происходит то же самое. Человек добирает. Он недополучил внимания. Он недополучил воспитания в плане поднятия его, как мужчины. Дайте ему. Говорите ему, что он хороший, замечательный. Если вы его к себе притянули, это ваш муж, поверьте в вас достаточно. Только не раздражайтесь на эту тему, а понимайте происходящее. С улыбкой, с любовью. Говорите, только не заискивайте, не раболептуйте. А действительно, если говорите, что вы его любите, уважаете, он достойный. Вот в этих словах должно звучать ваше уважение. Тогда его внутренний мир обязательно откликнется на основе уважения. В голосе должно звучать. Вы передаете чувство уважения, чувство любви к вашему мужу. Из груди, надо говорить. Да, из середины, да. Да, чувственностью. То есть он просит, по сути, внимания, в первую очередь, наверное, от жены, от самой значимой женщины. Внимание, в том числе комплименты, если они не искренние, ну то есть как похвалы какой-то. Принятие его, принятие. Почему ва не уходим? Потому что здесь не принимают. Если здесь все хорошо, значит, я извне ничего брать не буду. Здесь замыкается, целое превращается. Дайте. Значит, у вас есть ровно столько, сколько ему нужно. У вас сильна женщина, в нем силен мужчина. Дополните друг друга. И все получится. Как только вы начинаете сопротивляться, он начинает добирать где-то со стороны. У него выхода другого нет. Не потому, что он хочет вам сделать назло. Нет. Ему не хватает. У него нереализованная потребность внутренняя. Это бессознательно. Но он все равно этим будет заниматься. Он все равно будет бегать. Это как стакан воды взять и напиться. Жажда будет мучить. Дайте то, что он просит. И он успокоится, все будет хорошо. И это не нарцисс. Вот это он. Нет. И это никакая не звездная болезнь, чтобы понимать. Нет. Звездная болезнь, когда я абсолютно ровно, типично, безэмоционально начинаю вокруг себя всех добивать своей значимостью. Это не чувственное состояние. Это я работу работаю. Это совсем другая история. Вот разница вложения чувств и выполнения обязательств взятых. Я звезда. Все остальные – это гордыня такая. Все остальные вы не стоите тут ногтя моего. Это ничего общего не имеет. Когда вас человек просит, сейчас там немножко эмоционально было написано, но на самом деле там нет ни скандалов, ничего. Он просто не прожил. Дайте то, что он хочет. Но дайте искренне. Это не значит, что он хочет какой-то всемирной славы. Это значит, что он хочет от вас первую учить, как от значимой женщины. Он имеет право на всемирную славу. И если вы его напитаете, и в нём будет полностью соответствие потребности, поверьте, он будет иметь всемирную славу. Но ваша лепта в плане уважения и принятия его, понимания и веры в него сыграет не последний урок его всемирной славы. Он это будет понимать. Он за это будет благодарен. Если вы действительно будете проживать это, прочувствовать, а не так, что дам, не дам, дам, не дам.